всем доброе утро дорогие друзья я иду знакомой на маникюр потому что у меня сломались два ноготочка посередине вот ноготочек сломался и вот этот мне же перми ехать нос такими ногтями тоже некрасиво будет поэтому мы договорились не что я сегодня к ней приду и она мне сделает эти два ноготочка ребята дома остались а я иду на маникюр ладно всем желаем хорошего дня и хорошего настроения все сходила я на маникюрчик сейчас дома получше покажу быстренько бегу домой то вдруг оксана уже со школы приехала ладно бежим и снова еще раз здрасте я поехала в город выписывать электронное направление и плюс зайти на купить сахар 10 килограмм взять чтобы дома сахар было то закончился весь накормила оксану приехали катя с егором теперь можно ехать больницу направление выписывать ладно едем в город дорогие друзья приехал я уже с города домой сейчас покажу что купила и расскажу что и как у меня обстоят дела так но начинаем заходила я в пятерочку взяла сахар потому что как вы знаете у нас сахар закончился 5 килограмм взяла что еще в пятерочки взяла вот этот кетчуп взяла пятерочки туалетную бумагу пятерочки взяла взяла на пробу чесночный багет вот такой вот он попробуем посмотрим какой он из себя также взяла ванильный сахар один пакетик что-то дороговато вам не стала много брать потом в другой магазин заходила брала две булки хлеба докторскую одну и 1 коровая серого потом егор у меня попросил купить ему квас ну будут они все вместе конечно же пить его потом взяла селедку в луковой заливки и немножко колбаску ну и женские принадлежности вот такие вот цел у меня все покупки так теперь рассказываю что по поводу больницы съездила я в город взяла направление в больницу сочи не посочи попить у меня голова кругом идет дела направление все я готова ехать теперь только осталось билет купить как зарплату получу сразу буду билет надеюсь что на то время будет на 26 число будет билеты иначе все раскупят и тогда я не знаю на чем поеду но в целом вот такие вот дела да это багет ну наверно все знают какой багет это вот такой сыр чесночный взяла на пробу василиса ну ты челезишь ко мне так что едем если кто не в курсе зачем я еду перим на версию кто новые на канале расскажу вкратце у меня обнаружили узлы или как сказать можно новообразование опухоли на в районе шеи несколько штук самый большой больше двух сантиметров егора подожди пожалуйста самый большой больше двух сантиметров поэтому меня отправляет онкологический центр на биопсию самочувствие конечно у меня прыгает то она идеальная хорошая даже я бы сказала тону через некоторое время становится плохой я себя ужасно тогда чувствую плохо знаете как это волной как погода отправляет вот так же и у меня получается нынче надеемся будет хорошо съездим в больницу молитесь надеюсь что будет все классно ладно пойду я подключаю и скоро мне уже опять идти в садик всем желаю хорошего настроения берегите себя берегите свое здоровье а это сейчас самое главное у нас ребята вечер оксана поздоровайся оксане другую шапку дели то в той жарко уже приходится потевшийся и весь ребенок мы идем в садик марине тоже другую шапку взяла на всякий случай у нее там теплая шапка и сейчас один садик так садимся с оксаной уроки делать и посреди оксана первом классе учится азбука это у них за стихи они учили 4 окружающие оксаны 5 азбука 5 и чтение опять 4 молодец оксаночка сейчас следующая неделя пошла завтра до 12 15 у них 1 2 3 4 урок физкультура себя было да все садимся делать уроки смотрите что они делают кису и гору в комнате играет с оксаной оксана спрячь пальчик доставай кошка любит у его в комнате играть оксана тут стала так вот играет оксана скажи всем привет к нам сейчас дорогие друзья приезжали подписчики наши и купили у нас петуха и пару курочек все продала нам тоже на комбикорм купить поэтому пришлось продали красивеньких хорошеньких молоденьких которые взяли у нас очень хорошо вот че делает а вот че делает влог про животного и про ребенка чем мои дети с кисой занимаются василиск вася вася вот все говорят почему я ее вася называю но это коротко ласково василиса вася видите как она играет она постоянно так с оксаной играет вся же взрывается ой господи ребятенок чем бы говорят детей не тишилась лишь бы не плакала да все я не стучу смотри на пальчик спрячь спрячь где пальчик где пальчик потеряла пальчик где пальчик появился вот скажите что не смешно смешно ведь киса у нас чудная китаецка вот так вот вот так вот ладно играйте я хотела посмотреть что у меня с рассадой да ребят пикировать буду рассаду и лучок мой растет смотрите как растет лучок видите как хорошо растет лучок рассада моя тоже стоит более-менее там в огороде ой там цветочек зацвел сейчас постараюсь показать приблизить смотрите цветочек зацвел ребятки один красивенький цветочек вон видишь по краешку видишь вон по краешку голубенький цветочек зацвел остальное еще не разморозилось я вчера тут немного там вот где клубника покидала снег но совсем немного чтобы побыстрее разморозить тут у меня лук должен по идее сходить на грядки и мне сегодня еще подписчица моя лук привезла я хочу вот на эту грядку вскопать ее и посадить сразу здесь будет у меня чисто лук расти и все ладно идем дальше а там Егорушка идет мусор ребенок у меня ходил выносить молодец он у меня помогает мне во всем так что вот такие дела да ребят как думаете во что распикировать помидорчики торфяные горшочки или обычные вот это вот это у меня урожай раннеспелые помидоры все так а это раннеспелые это ребята у меня помидоры вы мне говорили Настя посади раннеспелые вот у меня это раннеспелые что эти что эти ладно пошла я дальше делаем заниматься мне подписчица привезла вот такой вот лучок огромное огромное спасибо вот она приезжала петушка покупала который ей понравился помните с мохнатыми ножками я показала все ему нашли хорошую семью и лук посажу сегодня замочу и вечером наверное грядку вскопаю но опять еще морозы есть наверное подожду еще пару дней потом посажу что вот не знаю пока еще посмотрим ладно занимаемся делаем мы пришли с Оксаной дальше учиться тихо у Оксаны радость качеля растаяла да Оксана Оксана гуляет кто там куда гуляет наши курии там гулят довольные мы заказали мешок комбикорма у Влада брату должен сегодня привезти еще пойдем в магазин на морковку с картошкой купить да Оксана ты че снег не раскидываешь вот этот снег бери по территории раскидывай он быстрее растает ты он уже начал ведерко возьми ведерко прям на территорию здесь кидай прям на дорогу он быстро растает да и вот так со всей силы широк только ой и так и так по всей территории можешь раскидывать снег нагребла нагребла пошла дальше где нибудь на другом месте так ты лопатой кружкой он таки раскидывай снег потом вот здесь можешь раскидывать там вот там возле окна вот там вот Оксана возле окна вот там раскидывай Иди, снег. Поняла? Что-то тоже неудобно. Ладно. Пойдём сейчас потихоньку. Да мы в магазин за картошкой. Хорошо, Оксана, качаться? Да. Ну всё, пошли в садик. Мы, дорогие друзья, в садик идём. Уже время 5 часов. Ничего мы не будем брать. Не могу я сегодня ни самокаты, ни велики. Так что вот так вот. Идём, идём, идём. Погода чудесная. Тепло на улице, хорошо. Тут у нас двери стоят. Мы сегодня двери привезли. И стекло привезли. На летнюю кухню поменяем. Или на веранде и двери привезли. Две двери тоже понадобится куда-то приделать. Я говорю, вот это вот вообще можно даже на летнюю кухню сделать. Хорошо, там у нас плохая дверь уже. Ладно. Идём с Оксаной в садик. Да, Оксана? Да. Оксана не хочет дома сидеть. И нахуй со мной ходить. Мы сегодня с ней уже уроки выучили. Стих ей надо было выучить потом. По математике таблицы на плюс. Да, там только на плюс, по-моему, было. И по-русскому два правила. Плюс такие ещё упражнения письменные надо было писать. Но сегодня Оксана у меня накосячила. Накосячила, причём конкретно. Она, видать, уже то ли усталость у неё сказывается, то ли что. Она была... Мы всегда же решаем сначала на черновике, а потом переписываем в чистовик. Ну, Оксана делала по-русскому, на черновике сделала. Как переписывать. Она в тетрадку по-русскому написала, по математике уровня не. Я говорю, Оксана, ты не то написала. И она начала переписывать потом. Потом переписала. И пришлось мне это вот то, что она неправильно написала, мне пришлось взять в скобочки. Ну, учитель, надеюсь, поймёт. И Оксана заново писала. Я говорю, Оксана, это по-русскому пишем, не по-математике. И она сидела, переписывала. Ну, видимо, ребёнок всё равно устает. Уже конец года, тем более. Видимо, усталость у неё сказывается. Ладно. Мы идём потихонечку в садик. Всем желаем всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своё здоровье. Ребят, здоровье – это самое главное. Вот по себе я сейчас понимаю, что, блин, никогда не болела. А сейчас вот так вот приходится. Так болеешь сильно, что, знаете, хочется те годы вернуть, когда я не болела. Ладно, шагаем в садик.